Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте, добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное — это естественным. Мой гость является третьим номером в чартах Госпел, но он здесь не поэтому. Он здесь потому, что он буквально слышит песни с небес. Он буквально слышит звуки не только труп, но и шафара, и горнов, звучащих с небес. И когда он поет эти песни, то происходят удивительные чудеса. Я протестую, и вот почему я протестую. Эдди Джеймс, в возрасте 8 лет вы услышали слышимый голос Божий. Когда мне было 8, я даже не знал, кто такой Бог, и не только это. Бог сказал вам, что вы будете музыкантом, певцом и будете ездить по всему миру. Ваша мама знала об этом. Она взяла старую Библию и достала из нее небольшой лист бумаги, который она никогда раньше не показывала. И скажите, что там было написано? Там было написано именно то, что Господь сказал мне, когда мне было 8, то, что Господь будет делать с моей жизнью музыки и в служении. Господь сказал ей это в нашей церкви через пророка, который приехал из Африки. Когда она еще только забеременела, Он сказал ей, что у нее будет сын, который будет ездить по всему миру, служить, проповедовать и поклоняться. Она достала эту карточку и записала пророчество, и достала ее, когда в возрасте 8 лет Господь сказал мне то же самое. Затем он был готов пойти в старшую школу, но знал, что ему понадобится дополнительная помощь. Ему нужно было погрузиться в дух живого Бога с говорением на иных языках. Он помолился за это и достиг своей цели, но это еще мягко сказано. Что именно, Эдди, с вами произошло тогда? О, Сид, какой славный это был момент. Господь наполнил меня Святым Духом как раз за день до того, как я пошел в 9 класс. Весь тот день я проговорил на языках, все воскресенье, весь следующий день и еще несколько дней мне было сложно разговаривать на родном языке. Дух Святой просто потряс мою жизнь. И я изменился навсегда. Хочу кое-что сказать. Дух Святой должен прийти в вашу школу и туда, где вы живете, потому что когда Эдди появился в старшей школе, из-за того, что Дух Святой был в нем, вот расскажите об одном чуде, которое, как вы помните, произошло с вами в школе, в вашей школе. Это было невероятным. Была одна женщина, мы звали ее сестра Брейкер. Она помогла мне организовать школьный хор, который пел в стиле Госбул. Я основал этот хор из-за желания говорить о Христе в своей школе. Мы собирались несколько раз в неделю, видели там чудеса и знамения. Одно из наиболее выдающихся чудес, которое я видел тогда, произошло после того, как я несколько недель постился, потому что я принял призыв к служению. Моя учительница, она была учителем химии, спускалась вниз по ступенькам и полетела с них вниз головой через два пролета, ударяясь о каждую ступеньку. Знаете, в то время я так сильно хотел быть последователем Христа и представителем Бога. Я носил костюм, мне было 14 лет, и каждый день я приходил в школу в костюме. У меня была большая Библия, потому что я старался быть святым и ходить с Богом. И так, даже не задумываясь ни на минуту, я подбежал к учительнице и возложил на нее руки. Я помолился за ее исцеление и за ее освобождение. Меня не волновало, что обо мне подумают другие дети. Меня не волновало, что скажут другие учителя, которые видели все это. Я лишь знал, что сила Божия может совершать чудеса. Я просто бросился к ней, она была полностью исцелена, полностью здорова. И ее все равно отправили к доктору, чтобы убедиться, что все в порядке с ее спиной и головой. Никаких проблем, никаких шрамов. Никаких ушибов, никакой боли. На следующий день она пришла и рассказала об этом всему моему классу. Она сказала, я не знаю, что есть в этом парне, но это что-то настоящее. Что-то, что я знаю, пришло от Бога. Вы знаете, вы знаете, что в этом парне? Мессия Израиля, вот кто в этом парне. Хочу вам кое-что сказать. Он жив. Расскажите мне кратко о песне «Он жив». Я готовился к конференции с Чаком Пирсом. Я сидел у себя в гостинице и записывал песни, которые планировал исполнять на конференции, и прямо за столом я получил в своем духе песню «Он жив». Я услышал шафары и трубы. До этого я еще не проводил никаких мероприятий с Чаком Пирсом. Я не знал, что там будет. Я не знал, что когда я попаду туда, там будут и трубы, и шафары. Я имею в виду, им очень нравится еврейский стиль поклонения. Когда я начал петь эту песню во время саундчека, то это было великолепно, потому что я получил эту песню по божественному вдохновению. Только представьте себе, я сижу там и слышу прямо с небес все эти звуки. Всю песню? Да, всю песню. Мне не нужно было придумывать припев, мне не нужно было придумывать слова или мелодию, она пришла целиком. Я понял, что это песня, которую я должен был сделать для того случая. А я понимаю, что в данный момент я хочу, чтобы вы отправились к инструменту. Хочу услышать, как вы исполняете эту песню. Вы хотите услышать? Он жив. А я ее очень хочу услышать. Я хочу вам сказать еще кое-что. Он жив! Иисус жив сегодня, Бог не умер. Это хорошая новость. Иисус жив. Ну же, давайте аплодировать. Давайте чествовать Иисуса. Да. О,о,о,о,о,о,о,о,о,о,о. cloud that was slain, He's alive. Forever He shall reign, he's alive. They crucified Him at Calvary, but He rose in victory. He's alive. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сколько пожелаете на своем компьютере, смартфоне, айпаде или на вашем любимом планшете. Эти программы станут инструментом, который поможет вам стать нормальными, но нормальными в библейском понимании этого слова. Так что присоединяйтесь к нам на нашем сайте. Просто заходите на веб-сайт, адрес которого указан на экране. Я очень хочу, чтобы у вас постоянно было божественное здоровье. Поэтому я отобрал свои любимые исцеляющие места из Библии в разных переводах, сделал так, чтобы они подошли к вашему конкретному случаю, и выпустил все это в виде бесплатной электронной книги, чтобы вы могли иметь к этому доступ. Теперь вы можете каждый день размышлять и молиться над этими строками, и вы станете свидетелем сверхъестественных исцелений. Вы можете совершенно бесплатно скачать эту книгу прямо сейчас. Это сверхъестественное. Знаете, Эдди, когда вы исполняли последнюю песню «Как олень», что на самом деле происходило внутри вас? Расскажите, если можете. Конечно. Он действительно является желанием всего моего сердца. Он совершил настоящий. Люди не знают этого, но вы изучаете Слово по 8 часов в день и поклоняетесь живому Богу. Именно это происходит, когда вы один на один с Богом. Да, и вот почему иногда так сложно делать это на публике, потому что вот что происходит со мной, когда я наедине с Богом. Это очень интимно. Это очень особенно. Он ведет вас в тайное место. Вы можете выразить это должным образом, но когда вы один на один с Богом, это очень сильно. Бог коснулся меня в этом месте, и когда я так поклоняюсь, то снова и снова переживаю этот момент. Я сейчас просто переполнен Его благостью. Это похоже на реку живой воды, которая течет из моей души. Я хочу обратиться ко всем, кто смотрит на сейчас. Вы можете иметь то же самое, что переживаю я. В любом месте, дома, в машине. Он посетит вас, и это будет настолько реально. Когда Он приходит, то приносит огромную разницу. Когда Он появляется, то это действительно сверхъестественно. Это действительно сильно. И когда я говорю, что я томлюсь по Нему, когда я говорю, что я жажду Тебя, Господь, то это не просто красивые слова для пятидесятников или харизматов. Это крик моей души. Здесь есть люди, которые могут сказать, что это крик и вашей души. Вы можете так сказать? Это крик моей души. Мне не нужны подделки в церкви. Мне нужно нечто настоящее. Знаете что, не только Эдзе нужно нечто настоящее. Мне нужно нечто настоящее. А вам нужно нечто настоящее. Вам нужно нечто потрясающее. Говорю вам, вам нужно нечто стоящее. Ну что, вам не надоело играть в игры? Вы хотите знать, в чем смысл жизни? Это жизнь вечная для познания его. Это вечная жизнь для познания Христа. И нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса. Эдди, забудьте обо всем. Пусть будет только Бог. Вы и пианино послужите Господу прямо сейчас. Да, сэр. Я иди, замка. Я иди, замка. Я иди, замка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В ближайшем будущем Кому-то интересно, о чем он будет учить? Лично мне очень, потому что я хочу прикоснуться к небесам, а вы...